Привет, друзья! С вами Константин Горбунов, и в этой части болтовни я попробую совместить приятное с полезным. Приятное отвечу некоторым людям, кому очень было интересно на их вопрос. А полезное это связано с тем, что я наконец-то купил себе новую камеру. И надеюсь, теперь я буду снимать более качественное видео. Ну, я очень надеюсь, правда я предполагаю, что первое время будет не очень видео, что будет пересвет какой-нибудь ужасный, моя неправильная борода, красный нос. Ну, вообще на самом деле так и есть. И надеюсь, этот выпуск я выпущу в 4К, так что если хотите посмотреть на мои прыщи и прочее, то, пожалуйста, смотрите его в 4К. Ну, а вопрос, то есть полезность, о которой я хочу сегодня поговорить, связан с тем, что многие люди на протяжении трех лет задают один и тот же вопрос. Костя, а где ты научился контекстной рекламе? Ну, сам вопрос я, наверное, не очень понимаю. То есть, вы же учитесь у меня, зачем вам нужен человек, у которого я учился? Как-то неправильно. Но я попробую ответить на все вот эти вопросы, которые скомканно лежат. За последние 3 года реально много людей спрашивают, 1 к 20, и вот вопрос всегда это попадается. И последние полгода люди еще начали спорить между собой, у кого учился горбунов. И перед тем, как начать, расскажу очень смешную историю, которая была в 2014 году. И связана она была с тем, что мне написал один парень в ВКонтакте, говорит, «Привет, Кость, тут, в общем, такой парень есть». Я говорю, «Ну, продолжай, интересно». Ну, в общем, он меня кинул. Я говорю, «Ну, молодец, ну что я тебе могу сказать?» «Кинул меня на 100 тысяч». Я говорю, «Ну, хорошо, бывает». Этот парень предложил пострадавшему научиться настраивать Яндекс.Директ, как Константин Горбунов. Ну, то есть, самое логичное, если вы хотите научиться настраивать Яндекс.Директ, как Константин Горбунов, можно пойти к Константину Горбунову. Но этот парень решил не искать легких путей и пошел, отдал 100 тысяч непонятному человеку. Это довольно было прикольно и смешно. Ну, вот тогда, наверное, я первый раз и задумался, почему люди спрашивают такие вопросы. Ну, а за последние полгода действительно уже пошли какие-то баталии. Ну, давайте расставим все точки над «и». Начнем с того, что познакомился я с контекстной рекламой в 2011 году. И сразу отвечу на какие-то немые вопросы, которые очень могут вдруг появиться. Работал я в каких-то агентствах? Нет, не работал. Ну, так получилось, что ни в каких интернет-агентствах я никогда не работал. Веб-студия, ну, она вот появилась. Не работал. В крупных, тем более, тоже не работал. Да, меня звали, да, приглашали на работу. Да, даже как-то раз ходил, по-моему, на собеседование, было очень интересно, что там спрашивают и так далее. Но я никогда там не работал. Так что эта версия сразу отпадает у людей, у которых вдруг она была. Второй момент, который очень тоже часто людей спрашивают, у кого именно ты учился, какие курсы проходил и так далее. Я на самом деле не могу прям такие ярко выраженные вот на данный момент курсы назвать, чтобы они были реально вот прям крутые, прям по полочкам и так далее. С чем связано? Ну, например, когда я учился контекстной рекламой, тогда вообще курсов не было никаких. То есть, в 2011 году, я помню, была только одна книжка написана ребятами. Сейчас не вспомню их фамилии, их трое. И, по-моему, она 2009 года. Вот после этого появились курсы около только в 2012 году, по-моему. Вот первый появился он у Ильи Цимболиста, я про него еще расскажу. Больше курсов-то и не было, так что сравнивать сейчас и тогда – это две большие разницы. Ну и третий момент сразу же, да, отвечу. У кого ты сейчас учишься? На самом деле все очень просто. Если вы хотите научиться контекстной рекламе, тут необходимо просто сделать собирательный образ из всего. Потому что я не могу говорить, что я самый лучший директолог на свете. Как некоторые, кстати, уже говорят, между прочим, есть такие. Можете, вы видите рекламу, что я вам рассказываю. Вот. Можно собрать какие-то определенные моменты из некоторых курсов и, в принципе, их внедрять. Во всяком случае, пробовать их внедрять. И тогда, надеюсь, все получится. Я делаю немножко хитрее. Первое, что я использую, это, естественно, Яндекс.Дайджест, так называемый. Это дайджест, Advertisement.Дайджест, насколько я помню, он называется. Дайджест для разработчиков, рекламный дайджест. И там приходят все обновления Яндекс.Директа за последний месяц, например. Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика там еще, кстати, есть и Яндекс.Маркет. Они приходят в виде презентации, так что их можно просто пролистать на компьютере и понять, что новое появляется. В принципе, все новости абсолютно, которые вот только сейчас появляются, например, там появилась четвертая быстрая ссылка, пятая, там пятка, еще что-нибудь, затычка в жопе. Как только появляется в паблике, знайте, что, скорее всего, просто прошло письмо. Причем появляется во всех пабликах, не только на моих, естественно, на всех остальных тоже. Поэтому все паблики, которые берут информацию, они все ее берут именно из новостного дайджеста Яндекса. И второй вариант – это так называемый форум Яндексовский. Все, больше, в принципе, ничего такого интересного нет. То есть, надо просто общаться с специалистами. То есть, если у вас нет знакомых специалистов, вы нового ничего не узнаете. Ну, самое простое, например, вот как я подбиваю некоторые моменты, я даю какие-нибудь новые вещи. У меня есть целая группа тренинга директологов, их 300 человек. Они либо сами обсуждают этот вопрос, внедряли, не внедряли и так далее. Причем многие ребята, действующие директологи, естественно, у них есть определенный уже навык, субъективное мышление, будет работать, не будет работать, стоит ли это сразу внедрять и так далее. И еще один момент очень важный, если уж связанный именно с Яндекс.Директом, я никогда не внедряю все вот прям с первого же момента. То есть, например, когда появились группы объявлений, они появились в 2014 году, я не внедрял их прям вот, все, они появились, их надо внедрять. Нет. Когда они только вышли из беты, когда Яндекс действительно сказал, что все, теперь без этого никуда, тогда, пожалуйста, можно уже их ими и обучать. То есть, я выпускать начал видео, связанное именно с группами объявлений. А до этого у меня, в принципе, таких видео не было. И я это делаю просто потому, что можно набить очень большие шишки, если вы пытаетесь все время внедрить что-то новое в свой Яндекс.Директ. Зачастую вы делаете очень большую ошибку. То есть, не трожь то, что работает. Ну и вот сегодняшний разговор, история о том, как я научился Яндекс.Директу, как раз пойдет именно в этом русле. Итак, в 2011 году, как я вообще познакомился с Яндекс.Директом? На тот момент у меня появился первый бизнес, я занимался онлайн-серверами игр, MMORPG. Тогда это было очень модно, и у меня было несколько серверов некоторых игр. И, естественно, мне нужно было увеличить штат работников, я его увеличил, а количество игроков у меня не увеличивалось. И, понятное дело, нужна была реклама. И, если по нисходяще смотреть, для серверов на тот момент было самые популярные три варианта. Это, первое, форумы, форумы, связанные с топами, ну или какие-то игровые самые форумы, в которых есть несколько серверов. Второе, это Яндекс.Директ, но им почему-то вообще никто не пользовался. Контекстная реклама. И третье, это были соцсети. То есть, опять же, таргет ВКонтакте, я не помню, на тот момент был он или нет, но можно было просто постами, как минимум, закидывать людей и радоваться жизни. То есть, покупать посты в группах и видеть приток новых игроков. Но так как не было вообще конкуренции в 2011 году по серверам онлайн-игр в Директе, я решил пойти по самому простому и сделать рекламу. Как вы понимаете, на тот момент, в 2011 году, так как не было вообще никакой конкуренции, у меня было самое важное это время. То есть, мне нужно было срочно настроить, чтобы был приток сразу клиентов. То есть, я не заморачивался на тот момент, как нужно настроить, чтобы он действительно работал. Я даже на тот момент не знал, что он может не работать. Кстати, и вам тоже советую, никогда не задумываться, а вдруг что, если не сработает. Ну, блин, не сработает и хер с ним. На тот момент я вообще не задумывался об этом. Естественно, я наклипывал какую-то рекламную кампанию и поставил какую-то цену клика, и все, и пошло дело. Ну, я только единственное, что на тот момент рассчитал, сколько мне нужно максимальную цену клика, которую я могу позволить за одного пришедшего игрока, который поиграет бесплатно, а потом, может быть, что-то задонатит, ну, купит что-то. Играю валютой и все такое. Дальше. Дальше, естественно, я потестировал, наверное, этот директ около года. У меня работали сервера, причем я еще параллельно умудрялся работать. Довольно было веселый экспириенс для меня. А в конце уже 11-го года, и даже нет, наверное, уже ближе к лету 2012-го года, я уже понял, что мне это неинтересно этим заниматься, и я начал искать какие-то другие виды заработка. И на тот момент я захотел интернет-магазин с тренажерами. Вот просто писец, я не знаю, почему у меня родилась эта мысль. Ну и вторая идея, это была связана с корейской косметикой, потому что на тот момент девушка разбиралась круто в корейской косметике, и она говорит, я хочу интернет-магазин, тоже, типа, свой бизнес и все такое. Ну и я думаю, а почему нет? И забубенил интернет-магазин корейской косметики. Это был, по-моему, то ли сентябрь 2015-го года, то ли вот август. И я открыл вот эти два интернет-магазина. Единственное, что для меня на тот момент был прорыв в 2012-м году, это то, что можно было собрать всю семантику. Особенно это видно было в интернет-магазине по тренажерам, потому что конкуренты, они вроде и собирали семантику, но они делали SEO. А конкуренты в директе, они были, например, забиваешь беговая дорожка Торнео. Торнео, Карина, ну вот на тот момент популярная дорожка. И ты видишь, что есть конкуренты, но когда переходишь на сам сайт, ты попадаешь в каталог. То есть тебе еще надо выбрать эту дорожку, и возможно, у него ее не было вообще в каталоге. Ну а я на тот момент собрал все самые популярные дорожки, которые были, и сделал для них, ну, собственно, прописал полностью страницы, да, и на них ввел по объявлению в Яндекс.Директе, ввел на них трафик. То есть отдельная была целевая страница с товаром, которая была подвязана к объявлению. Ссылка с объявления как раз на сайт. Все было круто, потому что на тот момент, в 2012-м году, цена клика в тренажерке был, по-моему, около доллара или полутора долларов. Да, тогда были только доллары, будем считать все в долларах. И я очень радовался, потому что я с одного проданного тренажера получал от 5 до, как я помню, максимум 25 тысяч я получал. То есть 5-25 тысяч. Я начал продавать тренажеры, причем у меня не было ни склада, ничего, как всегда, как обычно. Все шло нормально. Я получал на тот момент 150-250 тысяч с интернет-магазина по тренажерам. С корейской косметикой было, наверное, немножко веселее. Потому что с корейской косметикой, первое, о ней никто не знал на тот момент, то есть она была не самая популярная. Но те люди, которые знали, ну вообще конкуренции там не было, как и с серверами онлайн-игр. Не знаю почему, но вот факт. Сделали директ, сделали интернет-магазин. По тому же принципу, товар, переходишь на страницу с товаром, все замечательно, раскупали, потрясающе. Но самый крутой подъем с 50 тысяч, по-моему, или с 70 тысяч в месяц до 350 тысяч случился, когда абсолютно случайно, я считаю. Потому что по телевизору показали какую-то рекламу или в каком-то шоу на Первом канале показали, ну такую легкую рекламу этой корейской косметики. Естественно, все ринулись в интернет покупать ее, а так как мы в спецразмещении висели, да еще и по всей России, к нам пришло огромное количество заказов. И мы тогда, по-моему, за неделю или за две набрали только предоплату, тысяч на 300, что ли. Ну, в общем, какие-то космические просто деньги на тот момент для меня были. Конечно, мы работали отчасти с ней дропшиппингом, потом мы сразу заказали какую-то часть косметики, которая уже была в России, чтобы просто раскидать ее. А потом мы еще заказали тоже, по-моему, один или, не помню, какой-то сборный груз из Китая, в общем, с этой корейской косметикой. По-моему, из Китая или из Кореи, не помню. В общем, его в любом случае арестовали, это была очень смешная история, но это все не к этому. Это был уже сентябрь-ноябрь 2012 года. После этого, вот уже в ноябре 2012 года, я познакомился с парнем, его звали Дима. Ну, это уже мужик, в принципе, взрослый, даже на тот момент был. И он решил открыть компанию по пластиковым окнам. Он нашел и заводик, с которым вдоль вошел. Ну, все как обычно, в лучших традициях, как говорится. Дальше все было элементарно и просто. Потому что я хотел тогда повыпендриваться, что я умею делать лендинг-пейджи и Яндекс.Директ, а ему нужен был хороший Яндекс.Директ. Лендинг, честно скажу, сделал он, насколько я помню. Ну, может быть, какие-то там моменты только мы обсуждали с ним, но не хочу чужую славу себе присваивать. То есть, максимум всю энергетику он вложил в лендинг. А с Директом ему как-то не повезло. То ли ему настроили плохо, то ли у него вообще его практически не было. То есть, работал он ужасно. В общем, на тот момент я немножко, ну, струсил и трусил, потому что видел цену клика в пластиковых окнах и конкуренции. Естественно, даже на тот момент, на 2012 год, там было все очень-очень плачевно. Даже когда я продавал интернет-магазин спортивных тренажеров, тогда была цена клика в районе 5 долларов. И... А вот цена клика на пластиковые окна, по-моему, доходила до 10 долларов. Конечно, сейчас можно увидеть и намного больше ценник, но на тот момент это было довольно дико для меня, во всяком случае. Ну, ладно. И как раз в 2012 году я такой, эх, давай, Костя. И Дима сказал, мне нужно настроить Директ. Я говорю, хорошо, давай, не вопрос. Ну, и как настоящий еврей я спросил, а что мне за это будет? И Дима мне пообещал отдать его, купленные им самим, курсы Ильи Цимболиста, как раз по Яндекс.Директ, чтобы я разобрался в них и настроил ему контекстную рекламу. Ну, самое смешное, что мы приехали к нему домой. Как сейчас помню, Дима жил в Красногорске, это северо-запад Москвы, ну, недалеко, но для меня это было такое солидное расстояние, ну, опять же, не суть. Приехали к нему домой, он меня познакомил с его семьей, включили курсы, посмотрели, ну, что-то быстро перемотали, посмотрели, что там рассказывал Илья Цимболист. И тогда я первый раз познакомился с курсами по Яндекс.Директу. Это был ноябрь 2012 года. Ну, не знаю, в общем, на тот момент, когда я увидел эти курсы, я уже, конечно же, не первый раз настраивал Директ, может быть, я ничего такого сверхъестественного не увидел, но для меня то, что уже появились платные курсы, это уже лайк. То есть, я на тот момент уже мотал на УЗ в 2012 году, что курсы есть, что они продаются. И для меня это был, конечно, такой легкий шок. Но в курсе я, по-моему, что-то такое интересное для себя на УЗ, опять же, намотал что-то, было довольно интересно. Но самое, наверное, важное, то, что я настроил этот дурацкий Яндекс.Директ для пластиковых окн, и Дима тоже был очень рад. То есть, получался очень хороший результат. В основном мы делали акцент, я как сейчас помню, на остекление, потому что пластиковые окна уже были все забиты, ПВХ и прочие тоже варианты тоже. А вот с остеклением было все попроще. Балконы и так далее. Но, как оказалось, это выстрелило. Ну, естественно, тогда я не брал отзывы, потому что тогда бы это был, наверное, первый мой видеоотзыв о настройке Яндекс.Директ. Но тогда Дим был рад, и, в принципе, я даже и не думал о том, что я буду настраивать платно. Можно сказать, первый раз я настроил его бесплатно, только за курсы или цимболиста. Вот такая грусть. Вот, ну, ладно. А дальше уже пошел 2013 год. В 2013 году, ну, что у меня было? В 2013 году уже в мае я открыл маркетинговое агентство. То ли в апреле, то ли еще раньше у меня появился первый клиент. Ну, один из первых клиентов. Это был Саша Матвеев с сайтом EJM.RU. Ну, и я на тот момент, конечно, не знал, но, оказывается, я тогда делал первый лендинг по ландшафтному дизайну вообще. То есть, тогда только сайты были в ландшафтном дизайне. Вот. Ну, как первый. Первый, который реально выстрелил, который скопировали все мгновенно, потому что до этого Саша как раз сам пытался сделать лендинг. У него он получился откровенно говно. Но, по-моему, даже в видеоотзыве он меня это говорит. А когда мы ему сделали лендинг, а это действительно был первый в ландшафтном дизайне, ну, такой симпатичный лендинг, который был, ну, хотя бы чуть-чуть на уровень выше интернет-магазинов, я так сказать, сайтов, да, сайтов, каталогов и так далее. И люди пошли. И для меня был, конечно, тоже какое-то откровение, что люди могут так легко отдавать деньги за ландшафтный дизайн сайта, который сделал я, как сейчас помню, за 50 тысяч рублей. Ну, вместе, конечно же, с рекламой. Вот. Дальше. А дальше все. Уже начиная с 2000... Опять же, начиная с апреля или мая 2013 года, я уже вел свои курсы по Яндекс.Директу. И в июне, насколько я помню, 2013 года я выложил на YouTube, на моем же канале, вы можете посмотреть, по-моему, первый видеоурок как раз и выложил в июне 2013 года. В голове у меня была тогда только одна мысль. А почему не взять и сделать курсы, которые были у Ильи Цимболиста, только, ну, агрегировать, да, курсы, сделать собственные курсы, выложить его бесплатно? Потому что на тот момент я проводил уже какие-то определенные курсы, связанные с Яндекс.Директом, но они были, ну, относительно платные, какие-то бесплатные, какие-то платные, но они были вживую, чисто только живые. И этими курсами своими я хотел всех людей звать на свои курсы платные, но живые. Ну, и, кстати, на тот момент это действительно придало и успеху, и желанию, и прочее. Вот. Ну, а дальше вы, наверное, все прекрасно знаете, потому что остальное все видно по моему YouTube-каналу. Там же у меня появились и отзывы первые, и новые интересные видео, и так далее, так далее, так далее. Больше-то, в принципе, я ни у кого не учился. Да, у меня есть некоторые сертификаты, есть сертификаты Google, Яндекса, но, опять же, ими хвастаться, это настолько глупо, это как будто рассказывать, что ты мальчик, и у тебя есть член. Ну, потому что у любого директолога есть этот сертификат Яндекса. У меня даже есть, кстати, сертификат Яндекса, по-моему, за 2012-2013 год, когда я проходил какие-то курсы, то есть прослушал какие-то курсы в самом Яндексе. Надо поискать, посмотреть. Скорее всего, где-то лежит. Ну, естественно, по Google то же самое. Ну, с Google, наверное, немножко другая ситуация, потому что с Google я познакомился чуть позже, как и многие, кстати, из вас, из моих подписчиков, особенно кто давно за мной следит. Познакомился я с ним, наверное, где-то в конце 2013 года, или, ну, в общем, получается, на два года позже. Наверное, в середине 2013 года. Когда первый раз нужно было что-то настроить, я решил поковыряться, первый раз открыл, и, как и многие, охереть, и закрыл его. Ну, что-то настроил, что-то вроде поработало, но, как вы понимаете. Вот, и, по-моему, уже к ноябрю, или, ну, в общем, к 2014 году, к началу 2014 года я уже записал первое видео, как настроить Яндекс.Директ за 30 минут, которое, кстати, довольно сейчас популярно, я почему-то, не знаю, спустя два года оно стало популярным. То есть, вначале оно было не настолько популярным. Вот, и, ну, это уже было связано с моим опытом, который я получил за проектов 5, 6, 7. Вот так. Опять же, я никого не заставляю курсы свои смотреть. Если нравится, то стоит смотреть. Если нет, то, ну, бывает, не вкатывают, на самом деле, некоторые курсы, это нормально. Вот. Всем остальным, ну, кто пытается пройти по моим же стопам, ну, все-таки есть такие люди. Наверняка вы уже видели 100 тысяч миллионов, ну, не побоюсь этого слова, копий моего канала, моих даже лендингов, или моих услуг, или, ну, просто похожих, можно сказать, бизнесов. Я могу сказать так, что если вы в 2013 году не начали, или в 2014 году, как некоторые мои коллеги, которые тоже на меня насмотрелись, а если вы не начали в 2014 году, да, вот край, записывать всякие курсы и показывать себя крутым директологом, то вас можно размазать очень легко. Тем, что даже никаких, в принципе, вещественных доказательств того, что вы занимаетесь 10 лет Яндекс.Директ, у вас просто нет на руках, и все остальные ваши рекламные кампании, и выгрузки, и они ничего не стоят. По факту решает в этом бизнесе, первое, это сколько вы работаете максимально с клиентом, срок, продолжительность. Например, я работаю с Сашей Матвеевым, ну, можно посчитать, с июня 2013 года. Второй момент, это какой, какие у вас вообще есть, ну, определенный, да, контент, который вы выпускали самый первый. То есть, если вы его выпускали в 2013 году, это значит, что вы как минимум с 2013 года выпускаете контент. А если его у вас нет, он у вас там в 2015 году первый раз записан, ну, вы сами понимаете. То есть, потом людям объяснять, что вы просто 6 лет ничего не делали, и просто не видели вокруг происходящего, это немножко неправильно. И вдруг решили записать видео. Больше я ни у кого, честно говоря, не проходил курсы, если уж обратно возвращаться к курсам. Если я все-таки проходил курсы, если вы вдруг нашли какую-то информацию, что я проходил курсы, спросите у этих людей, пожалуйста, сертификат о прохождении этих курсов, потому что мне даже уже самому интересно, у кого я там проходил курсы. Как я знаю, даже есть некоторые мои, не то что ученики, а знакомые там и так далее, которые считают, что я у них проходил курсы, не знаю почему. Но, опять же, это их дело, я не хочу в это лезть. Но, пожалуйста, сертификаты мне присылайте. Почта, инфо, собачка, mcontext.ru можете прислать мне мой сертификат. Я, в принципе, буду рад, что я прошел еще у кого-то вдруг курсы. Ладно, и, в принципе, все, что я хотел сказать. Наверное, единственное, что я могу сказать ребятам, которые хотят себя попробовать директологами, не уподобляйтесь большинству. Делайте что-то все равно свое. То есть, если Костя начал делать видеоуроки, это не значит, что вам тоже нужно делать такой же контент. Смешно то, что я сейчас делаю немножко другое, и многие почему-то думают, что я только зациклен на видеоуроках. Далеко нет. И давно уже сидят более рукастые, даже не то, что более рукастые, просто другие люди сидят, рендерят правильно видео, ну и так далее, так далее. А я занимаюсь это по минимуму всеми этими моментами. И не трачу время. Почему? Потому что сейчас это приносит клиентов намного меньше, нежели чем раньше. Потому что сейчас информационный шум намного-намного больше, нежели чем раньше. Ну, поэтому, может быть, и все пытаются как-то... Кстати, так до сих пор и не увидел за последние полтора года ни одного информационного шума, связанного с директом. То есть, опять же, даже между собой, наших директологов, которые цепляются друг за друга, хотя рынок-то довольно большой все равно, ну не суть, никто до сих пор не может устроить какой-то веселый скандал, не знаю, как это назвать, чтобы стать снова каким-то крутым, популярным. Не знаю, с чем связано. Мне кажется, просто Яндекс.Директ уже, ну как бы, успокоился. То есть, людям, в принципе, которые уже научились Яндекс.Директу, им уже обучение не нужно. Может быть, кстати, многие смотрят меня не потому, что им нужно настроить Яндекс.Директ, а просто потому, что им нравится смотреть на меня. Поэтому, опять же, много контента давать, тоже смысла не вижу. Копать много интересного для профессионалов, я тоже не вижу смысла, потому что настоящие профессионалы, ну они сами разбираются, как настраивать Яндекс.Директ. А так, для новичков, для новичков уже очень много всего есть в интернете. Обновлять курсы, можно, наверное, максимум обновить курсы. Все, больше ничего нового, сверхъестественного сделать нельзя. Но остается только контент какой-нибудь интересный клепать, который будет интересен новичкам, опять же. Ну, таким, либо середнячкам, которым, ну, просто будет что-то интересное. Я считаю, этот рынок уже, как именно связанный с курсом Яндекс.Директ, он не то, что переполнен, он просто уже начинает себя изживать, потому что приход новых рекламодателей, он уже не такой, какой был, например, в 2012, 2013 и 2014 годах. То есть, он уже спадает, это видно. Ну, я по-прежнему езжу на Порше, мои конкуренты по-прежнему ездят на метро. В принципе, я доволен, поэтому все хорошо. Ладно, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, что видео было довольно качественным, и я был не сильно пересвечен и прочее. Кто разбирается в профессиональном видеосъемке, может сказать, как неправильно я поставил свет и так далее. Другие могут поставить лайк и написать комментарий к этому видео. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok